МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже много лет она собирает уникальную коллекцию, состоящую из артефактов, фотографий, документов, которые раскрывают неповторимое своеобразие этого места. И лично меня, например, всегда притягивает эта экспозиция, потому что в ней появляются какие-то новые элементы. Наряду с коллекциями значков, этикеток, спичечных коробков, посвященных космонавтике, захватывающими фотографиями, сделанными летчиком-космонавтом, героем России Сергеем Рязанским, можно увидеть артефакты прошлого века. Это знакомые старшему поколению вещи, интерьеры, коммуналок и даже фронтовые письма. 19 мая в галерее «Курортный парк» в рамках шестого весеннего международного арт-фестиваля «Адлер-2017» открылась и выставка дизайнерских работ и изобразительного искусства. Свои современные задумки на конкурс представили учащиеся художественных учреждений, студий, клубов из более 10 регионов России, а также Республики Абхазия. Оценивали творчество юных мастеров, члены Союза художников, доктора искусствоведения и профессора кафедры дизайна. Дизайн-проекты тоже разнообразные. Это и в номинациях дизайн среды, дизайн архитектурной среды, графический дизайн, дизайн костюма, проектная графика. Жюри гибко подходило к оцениванию. Это очень щепительный момент, когда студенты и преподаватели участвуют в каком-то конкурсе. Они, конечно, надеются и на победу, или на какой-то диплом, или хотя бы на то, что их как-то оценят. Потому что это труд, это большой труд. Это проект, один проект делается примерно полгода. Участвуя в арт-фестивале, студенты составляют себе хорошее портфолио. По итогам конкурса в каждой номинации возрастной категории определяются обладатели дипломов трех степеней. А такие награды помогают в дальнейшем при поступлении в ВУЗы и профессиональные творческие союзы. Работы участников фестиваля остаются в галерее «Курортный парк». Посетить ее можно в будни с 10 до 17 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.